3 июня на 169-м километре трассы М-10 в районе Никола-Малеце 74-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Чтобы извлечь людей из покореженной машины, потребовалась помощь спасателей. Сотрудники пожарно-спасательной части номер 2 деблокировали дверь и помогли водителю выбраться из машины. С места аварии водителя и его 75-летнего пассажира экстренно доставили в больницу, где от полученных травм оба мужчины скончались. В Твери в рамках спартакиада регионального спортивного общества «Динамо» прошли соревнования по троеборью. Силовики состязались в стрельбе из пистолета Макарова, силовых упражнениях и беге на полтора километра. Этот вид троеборья у нас традиционный. Пятый вид по счету в комплексной спартакиаде «Динамо», то, что я сказал. Участвуют 7 коллективов физической культуры, те коллективы, которые используют и применяют в служебной деятельности оружие. Показав высокие результаты по итогам соревнований, сильнейшими стали представители областных управлений ФСБ, ФСИН и Росгвардии. Мероприятие прошло в товарищеской атмосфере, еще раз показав, что силовики успешно взаимодействуют не только в боевых ситуациях, но и в спорте. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступившее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации. Цель такой работы – восстановление справедливости, обеспечение исполнения закона и правопорядка в нашей стране. Граждане могут в любое время подать в следственное управление Следственным комитетом по Тверской области обращения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействия и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в Следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Телефоны для справок на вашем экране.